Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях Мария Булаевская, руководитель сообщества «Люберецкая особенная мама» и региональный оператор федерального проекта «Про нее», а также Татьяна Орлова, руководитель Люберецкого филиала «Ардип». Ну и будем мы говорить и об особенных мамах, о детях и о том, что вы тут уже видите, все у нас находится на столе, всевозможные, необычные, очень интересные, я даже не знаю, как сказать, произведения искусства, фактически, можно сказать, ручной работы. Обо всем этом мы будем говорить сегодня с очаровательными дамами. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, давайте мы сразу же напомним о самом проекте, что такое «Люберецкая особенная мама». «Люберецкая особенная мама» – это сообщество мам детей инвалидов «Люберец». А как давно существует? Два года уже. Это уже или еще? Около двух лет. Как вы считаете, это все-таки уже или еще? Это еще. То есть это такое начинание, в принципе, два года сегодня – это практически только начало. Но судя по горящим глазам, судя по тому, что вы находитесь здесь у нас в студии, проект уже начинает пользоваться известностью, ну, чтобы не говорить популярностью, да, потому что известность предоставляет возможность подключиться к нему другим мамам, да, и помогать друг другу жить ярко, интересно, и вот создавать даже такие необычные произведения искусства, как я уже сказал, мы обязательно вам кое-что покажем, потому что здесь есть очень разные вещи. И почему они здесь, вы тоже расскажете. Татьяна, как вообще работает сегодня система эта, как вы встречаетесь, у вас какие-то встречи, как вы договариваетесь? Да, у нас встречи обязательно оффлайн, вживую. То есть мамам не хватает живого общения именно вот в комфортной среде, чтобы ей было комфортно. Поэтому встречи у нас… Где тебя все понимают, да? Да, поэтому встречи у нас все обязательно вживую. На этих встречах мы, как правило, проводим мастер-классы всякие разнообразные. У нас сами же мамы, сами участницы проводят разные мастер-классы по вязанию, по шитью, по полимерной глине, декупаж. Нет, по шитью я пойму, но по полимерной глине – это неожиданно, что какая-то мама есть, которая умеет этим заниматься? Да, да, это я. Да, а есть что-то из полимерной глины? Вот, например, вот такие вот магнитики. Значит, магнитик, да, это… Да, я очень люблю делать из полимерной глины магнитики с едой, съедобные, которые повышают аппетит. Вот. Это мое любимое занятие, мое любимое хобби, поэтому с удовольствием всегда коротаю вечера, скажем так. Ну, то есть, это, чтобы вы понимали, такая сковородочка маленькая, как магнитик, да, вот сувенирный, и на нем такая глазунья, да, яишенка такая. Там даже есть такой же вариант, но с гречневой кашей. Да, вот сало, с сало с хлебушком, с лучком есть. Прямо, ну, да, прям хочется уже есть сразу же, так красиво это сделано. Вот такая есть рыбка. Это тоже из полимерной глины, да? Да, это из полимерной глины, и все хотят ее понюхать, потому что она очень правдоподобно выглядит. Правдоподобная, да. То есть, говоря об этом, это возможность не просто, да, обсудить, ну, как обычно люди думают, вот новая организация сейчас вот сядут и будут совещаться. Ну, у нас же любят совещаться, да, по разным темам. А у вас это проходит именно интересно и с таким вот подходом, что поделись, что ты умеешь, поделись другими, верно? Да, да, обязательно. Вот. А какие вообще, ну, главное, что ли, направление Люберецкой областной мамы, что она, какой месседж вы бросаете, так сказать, в мир? Смотрите, у нас вообще миссия наша – это донести остальным мамам, у которых дети инвалиды, что они такие же женщины, как и все остальные, что у них нет определенной тревоги, не должно быть, у них не должно быть сложившегося негативного мнения о обществе. То есть мы даем понять мамам, что они могут совершать различные поступки, да, они могут быть позитивными, они могут в обществе участвовать в разных мероприятиях. То есть не быть скованными, да, та история, которая вот выпала, да, на их долю, то есть чувствовать себя обычным, нормальным человеком, который живет полной жизнью, который может общаться, особенно в той среде, которая тебя прекрасно понимает, и совершенно не страшно общаться с людьми, которые, ну, мы же, да, сталкиваемся, разные отношения бывают людей, и мне кажется, что это делает вас сильнее, увереннее и спокойнее. Да, обычно мамы привыкают, что у них депрессия постоянно, вот сейчас будут говорить плохо, вот сейчас там еще что-нибудь, а мы нет, мы возвращаем те чувства забытые, когда волнение перед каким-то мероприятием, например, когда адреналин, да, повышение адреналина тоже, да, их двигает к чему-то новому, к каким-то новым идеям. Вот у нас самая яркая участница Юля Панина, ну, самая активная, скажем так, она самая первая и самая активная. У нее сейчас вообще общий российский проект, вот такой вот Корона Виктория, который вязальщицы со всех регионов России. Давайте я покажу, вот, все варианты мне покажите, это очень красивая такая, причем тут разный размер, рассказывайте, рассказывайте, а я буду показывать потихонечку. И онкоцентры, каждый у себя там проводят конкурсы различные на лучшую повязку, на лучшую королеву, то есть дети еще и сами украшают эти повязки. Ну да, тут есть возможность еще для творчества какая-то. Вообще, мы же уже говорили на эту тему, общались, встречались, и видно, что процесс этот идет, в каком смысле, что, опять же, одно дело сидеть и, то есть, моя печаль, твоя печаль, ее печаль, и мы сидим, печалимся. А другое дело заниматься делом, которое вот буквально сразу же меняет жизнь, потому что это творчество. Человек же не может без творчества, и поэтому мне кажется, что это помогает не просто даже преодолеть какую-то сложную жизненную ситуацию, а вообще, ну, придумать себе новый мир свой собственный. Вот расскажите, что еще у нас здесь представлено, какие, я вижу, шкатулка какая-то сумасшедшая. Да, вот такие различные изделия, не только шкатулки, делаем доски для кухни из декупаж, техника декупаж, да, вот такую вот красоту. Ой, дайте сюда, я хочу тоже посмотреть. А кто это делал, вот эту работу? Это наши мамы. Да? Да, занимаются. То есть это же... Это все можно заказать в творческой мастерской, где мы, это уже наш дом родной. Посмотрите, еще вот здесь вот так вот. Очень любим там встречаться, и вот вся эта красота творится именно там, рождается именно там. Вот заказать можно, купить запросто любую работу. Это находится в Красково, улице Карла Маркса, дом 107, цокольный этаж. Творческая мастерская Мил-Арт. Да, мы там. Я думаю, что это действительно очень интересная история, тем более, что сегодня вот даже если говорить о сувенирной продукции, вообще если от всего, так сказать, сейчас отвлечься, мы же приезжаем в любой город, хотим что-то, ну, связанное с ним, или, да, ручная работа, хочется чего-то. А тут прямо оно вот у вас есть, реально сделанное людьми. Ну, вернемся... Ну, вот у нас, да, можно немножко добавлю. У нас участвовали девушки наши в ярмарке на дне города, и, соответственно, были сделаны магниты. Да. Люберец. Естественно, они уходили, как горячие пирожки, потому что это было интересно людям. Ну, потому что свои родные, собственные магниты, не какой-нибудь, там, Париж или даже Москва, да, простит она меня, да, то есть именно люберцы. Ну, вернемся к истории. Как дети участвуют в этом процессе, как они реагируют на то, что вот мама занимается этим, как вот родные и близкие, так сказать, относятся к этому всему? Ну, дети у нас уже все подружились, поэтому мы спокойно приходим, у них есть игровая зона в мастерской, они запросто там играют. То есть у них свой праздник в этот момент, пока вы занимаетесь? У них, да, у них свои процессы, они там шепчутся, секретничают. Ну, и помимо изделий, которые делают мамы в мастерской, у нас же существует ряд других мероприятий, в которых дети тоже участвуют очень плотно. Ну, давайте об этих мероприятиях расскажите нам. Ну, вот из последних мероприятий, то, что было у нас, то, что прошло за лето, это экскурсия на НПП «Звезда», потом в Кратово на железную дорогу. То есть это все бесплатные экскурсии, организованные нашими участницами, опять же, тоже. А, то есть они договаривались сюда? Активистами, да, нашим активным составом участниц. Они сами договаривались и организовывали экскурсии. Потом мы участвовали во всероссийском конкурсе «Мир без границ», после которого часть наших детей посетили фестиваль, тоже в котором мы приняли большое организационное участие. Это был международный фестиваль в Одинцово, в котором тоже была ярмарка, да, представлено наших изделий, а также участницы проводили мастер-классы для детей. То есть все дети могли посмотреть и поучаствовать. Вот, кстати, вот этот фестиваль, он организованный ОРДИП, да, Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья, он очень ярко демонстрирует отношения и взаимосвязь в социальном обществе между детьми-инвалидами и норматипичными детьми, а также вот ими родителями. Потому что это то место, где концентрат максимальный просто детей-инвалидов и их родителей. И вот когда приходишь туда и понимаешь, что они все участвуют и вовлечены во все процессы, а еще при этом, при всем они делятся своими огромными талантами, это вот дорогого стоит. Естественно, после этого у мамы совершенно открываются глаза на вообще происходящее. Да, то есть совсем по-другому, да, на жизнь человек смотрит. И я вот хотел вернуться к вопросу, вот по поводу, когда вы договариваетесь, ну вот пришли на ПО «Звезда», сказали, что мы хотим провести экскурсию. Ну вам же могли сказать, что нам не нужно здесь никаких экскурсий, ну могли же так сказать, да, но они пошли вам навстречу. Как вам это удалось сделать-то? Потому что мы очень просим их, да, поучаствовать в качестве... Говорят, в таких случаях, вы делаете такое предложение, от которого нельзя отказаться. У нас есть алгоритм действий, который у нас уже выработан, в принципе, я думаю, что детям, особенно детям со статусом, да, определенным, всегда не откажут организации показать о достоинствах своих. Ну чаще всего идут навстречу, конечно, особенно вот крупные предприятия. У нас после показа мод наших мам, которые, опять же, демонстрировали свои вот изделия, вот эти вот, которые они вязали, шили сами. То есть у вас еще и модная есть, так скажем? Да, был модный показ у нас благотворительный. Мы собрали гостей, также ярмарку собрали. И очень много подключилось к нам партнеров, которые подарили подарки мотивационные мамам нашим. Вот это, конечно, и приятно, и мамы все-таки это мотивирует, вот эти вот, то, что они обратили внимание. То есть сначала мамы собрались, мамы организовали, мамы сделали, чтобы проект этот заработал, да, все вместе, да, общими усилиями. Потом мамы вышли во внешний мир, сказали, что мы есть внешний мир, по возможности маму слышал. В общем-то, сейчас мы видим, что уже существует взаимодействие, что очень важно для проекта. Мы сейчас делаем небольшую паузу. Напомню, что речь у нас сегодня идет о Люберецкой особенной маме. Мы, правда, еще поговорим вместе с Марией о другом проекте, да, который называется «Про нее». Интересное название такое, да, что это и так далее. Так вот, Мария Булаевская, Татьяна Орлова в студии программы «Открытый диалог». И мы продолжим через некоторое время. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Мария Булаевская, руководитель сообщества Люберецкая «Особенная мама» и региональный оператор федерального проекта «Про нее». Также Татьяна Орлова, руководитель Люберецкого филиала «Ардип». Говорим мы о том, как молодцы мамы, я бы так сказал, или мамы молодцы, да, взяли, сорганизовались и делают не просто какое-то дело, которое касается конкретно их детей, их ребенка, это такая общественная уже, можно сказать, организация, да, которая занимается вопросами, когда человеку становится просто легче. Это так важно, когда вот тяжело, а тут становится легче. И во многом даже вот те, скажем, поделки, те настоящие вещи, те магнитики, те вот невероятные работы, там, трикотаж и так далее, это все сделано, видно, с любовью. А с любовью, потому что им хорошо вместе. И я теперь хочу адресовать вопрос Марии Булаевской, потому что вот есть такое название красивое, региональный оператор федерального проекта «Про нее». Вот расскажите, Мария, что это за проект? Федеральный проект «Про нее» организованный Общероссийским народным фронтом. Руководитель по Московской области является Инна Орлова. И мы являемся филиалом Люберецким этого проекта «Про нее». Это общероссийская история. То есть в каждом городе существует такой филиал, в котором женщины, по сути, занимаются тем, что мы занимаемся Люберецкой особенной мамой. Ну, то есть на федеральном уровне, в общем-то, да? Вообще, насколько я понимаю, проблема эта, ну, которая вот вами, можно сказать, уже не проблема, а просто есть проблема решений, а проблемы-то уже нет, потому что вы вместе, уже хорошо, да? Но мы прекрасно понимаем, что большое количество и в области, и, скажем, по стране, да, жизнь так складывается, что много мам, которые сталкиваются с такой вот серьезной историей. И некоторые мамы, может, даже не верят, что такое может быть. То есть насколько сегодня эти организации, этот способ общественного движения, он проник уже в стране? Насколько много сегодня таких организаций? По моим оценкам, да, это очень масштабный проект. Практически в каждом регионе открыт филиал, и так или иначе, ну, кто-то более активный, кто-то менее активный, но они проявляют свои достижения, свои возможности, и проводят всевозможные мероприятия, касающиеся именно мам, у которых дети-инвалиды. Там вот есть направления, как ступени, которые обучают мам, например, той работе, которую можно делать дома. Ну, в нашем случае это вот творчество. Какие-то регионы обучают на татуаж, какие-то на маникюр. Да, ну, то есть именно тем профессиям, которые могут выбирать свой график. Да, выбирать свой график, то есть чтобы быть с ребёнком, совмещать и так далее. И я так понимаю, что вот как-то под лежачий камень вода-то не течёт, а тут есть возможность, во-первых, опыта. Какая-то мама научилась, рассказала другой, третий, четвёртый, вот, пожалуйста, получается. Потому что вот ещё, вот там, шапочка, это тоже у вас, я так понимаю? Да, это вяжет у нас. Ну, это просто уже, вот есть такое слово масс-маркет, да, которое сейчас, правда, оно немножко изменилось, а тут вот прямо своими руками сделано. И, кстати, обратите внимание, что сделано с такой любовью, ну, потому что всё это окрашено в такое вот дети, мамы, мы вместе, мы занимаемся общим делом, мы пытаемся создать эти условия, поэтому все эти вещи, они особенные, безусловно. Вот скажите, помимо, вы уже, можно сказать, общественные, да, организаторы, как люди реагируют? Я имею в виду, мы уже выяснили, что на экскурсию вы можете, да, пойти, а как вообще люди сегодня реагируют? Изменилось ли отношение вот к такой ситуации человеческой? Или по-прежнему вы иногда натыкаетесь на непонимание? Ну, мы, скорее всего, просто их не видим, не замечаем уже тех людей, которые несут негатив. Мы научились сами и учим наших участниц, да, что их просто не существует, мы их не видим. Расскажу на ярком примере. У нас в августе состоялся пикник с участием байкеров сообщества Gremium MC, Seven Roads и так далее, несколько сообществ байкеров мы привлекали для того, чтобы, опять же, разрядить атмосферу мам, покатать их с ветерком. У него неожиданное такое решение. Это такой, да, формат у нас был психологической перезагрузки. Мы устраивали его на карьере, на Коренёвском. Погода была очень хорошая. И, соответственно, помимо нашего сообщества детей и мам, было ещё много нормантипичных детей и их родителей. Которые просто на пляже были? Да, которые просто отдыхающие на пляже. И вот когда мы проводили определённые мероприятия, то есть, ну, у нас, опять же, всё у нас построено по каким-то вот критериям. Мы не можем просто прийти, ну, давайте там поедим и уйдём. У нас конкурс блюд, там, допустим, у нас психологическая перезагрузка для мам была в викторины и квест такой психологический. У нас были викторины для детей, у нас была там детская дискотека для детей. И вот когда мы проводили мероприятия, люди нормантипичные и нормантипичные дети, они вовлекались в наши мероприятия. То есть они подходили... То есть стирались все эти грани, которые люди вот сами себе... Да, они подходили и спрашивали, а можно с вами, а можно мы тоже хотим. У нас тут грустно, а у вас тут весело. Да, да, да. И это было неважно, как ребёнок выглядит, какая у него походка, и что он может, а что нет. То есть все были на равных. Вот это вот для меня, мне кажется, очень большой, высокий показатель. Татьяна, скажите, а вот мы же не забываем, что тут ещё есть вопрос медицинский, да? Как вот врачи оценивают вот такой подход к работе, ну, во-первых, с мамами, потому что психологическая всё-таки история, плюс работа с детьми. Они следят как-то за вами, вы как-то общаетесь? Да, некоторые врачи следят, но врачи нам только благодарны, потому что они лечат детей. Вот их задача лечить детей, да, а не истерики мам. А когда приходит спокойная мама, она чётко знает, что ей нужно, да. То есть врачи говорят только спасибо. То есть они заинтересованы тоже, чтобы такие проекты существовали. Ну и ещё не могу не адресовать вопрос, потому что раз у вас даже байкеры участвуют в ваших проектах, что для меня, например, неожиданность. Как вообще строится программа? Вот впереди у нас сейчас осень поплавно уже перейдёт в зимний период, там Новый год и уже скоро весна. Есть какой-то план мероприятий? Потому что вы же всё время встречаетесь, да? Есть какие-то глобальные вещи, где вы как бы говорите, вот мы есть. У нас планы на осень. Какие? Насколько экскурсий. Так, куда пока не будем говорить. Да, не будем озвучивать, да. Встреча со стилистом, то есть там будет очень интересная встреча с мастер-классом, тоже секрет. Тоже секрет, видите, как? С профессиональным стилистом в торговом центре, то есть будет прям всё очень интересно. Чтобы мамы были всегда красивее, всегда. Ну и марафон, опять же, наш марафон зимний, он никуда не денется. А что за марафон зимний, что это такое? Мы запускаем в социальных сетях марафон с целью привлечения, опять же, таких же мам и подписчиков тоже, но, естественно, не без этого. Значит, мама у нас, детей инвалидов, выполняют различные задания, по результатам которых они попадают в финал. Они попадают в финал, и вот финал – это, как правило, как какое-то мероприятие, выход в свет, опять же. То есть это было, допустим, в парке концерт с выходом на сцену. Ого! Да, потом это было ещё одно мероприятие, тоже в парке, ну, было уже холодновато, тоже с выходом с выступлениями, и вот опять же, вот как модный показ. Ну, то есть к этим мероприятиям, которые ведут к фотосессиям, к показу себя там, к преображению, предшествует марафон всегда в соцсетях. Ну, и я так понимаю, что благодаря этому марафону появляются какие-то новые мамы, которые, может быть, так затаились, может быть, что-то слышали, немножко стесняются. Ну, каждый человек же по-своему переживает свою персональную жизнь, свою персональную историю. То есть после этого, возможно, у вас появляются какие-то новые уже участницы. Да, вот, кстати, ну, как правило, в любом сообществе есть какой-то процент актива, но я бы сказала, что в нашем сообществе большой процент актива. То есть 20 процентов, это много считается, особенно для нашей категории. Вот, актив, который задействован в чём-то, который сами просят, даже идеями делятся. То есть активный актив. Да, давайте проведём вот это, давайте сделаем там такое мероприятие. Вот, и есть такие женщины, которые вот сидели-сидели год, наблюдали просто за своими... Коллегами, скажем так. Да, коллегами. Вот, а потом всё, хочу, вот хочу тоже так. И она один раз попробовала, второй раз попробовала, а потом её уже не остановить. Вот у нас есть девочка, она вообще профессионально ведущая, да? Вот, её пригласили в усадьбу Гребнева, она проводила там фестиваль. И теперь всё. Да, и теперь вот она на показе провела, да, люди увидели её, оценили её талант и пригласили уже на масштабный фестиваль. То есть не боясь, да, не проходя вот эти многие обучающие инстанции и так далее. Ну, то есть нам верят, не зря мы показываем всё это, да, чтобы люди видели, что у наших участниц есть талант, что не просто так они сидят, да, там, без образования или чего-то около кроватки. Это не семейная такая, да, история, это история внешнего мира, да, когда мы уже, ну, профессионалы своего дела. Мало того, тут ещё подходит, наверное, слово профессионал, потому что вы уже прошли этот путь с разных, как бы, сторон, вы уже понимаете, куда двигаться, идти. И это ещё раз доказывает, что как бы ни складывалась человеческая жизнь, всегда можно найти выход. И если человек захочет к вам присоединиться и захочет, ну, пойти в этом направлении, то он сможет найти эту дорогу. И вот тут возникает вопрос, Мария, к вам, а на всероссийском уровне вообще сегодня, видимо, много разных существует программ, ну, потому что существуют там разные партийные, непартийные истории, общественные организации и так далее. То есть можно сказать, что Россия сегодня уделяет внимание этой теме или всё-таки пока ещё хотелось бы большего? Я считаю, что, безусловно, выделяет. Плюс ко всему у нас вот это общество, оно является НКО, которое ежегодно выигрывает гранты. То есть это даёт какие-то показатели. Ну, правильно, потому что гранты позволяют вам улучшать работу, а раз вам дают гранты, значит, вы делаете свою работу хорошо. Ну, вывод очень просто напрашивается. Татьяна, мы возвращаемся к теме детей, потому что всё-таки это главное, как ни странно, да, что вас объединило, и что, собственно говоря, вот тепло ваших материнских рук во всех этих изделиях, которые здесь представлены. Вот как вы думаете, когда дети видят, что мамы, ну, как вы говорите, в состоянии истерики, да, и печали, они просто унывают, а они всё время чем-то заняты, не останавливаются. Мне кажется, что это только в плюс идёт. Да, конечно. Это помогает им, да? Мало того, и дети хотят... Как они реагируют? Дети тоже хотят чем-то заниматься, так же, как и мамы. Вот они, когда с нами приходят на мастер-классы, на встречи, они не сильно, ну, они подключаются. Вот можно я тоже порисую? Мы картины пишем на мастер-классах, да. Вот недавно у нас очень был такой живой мастер-класс, скажем так. Девочки наши писали картины, при том, что они впервые кисточки в руках держались. Получилось? Очень красиво получилось, да, картина. А знаете, как важно, что ты картину написал? Это же просто невероятно. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы, во-первых, смелые, это самое важное, да, и сильные, это тоже важно, потому что кто бы и что ни говорил, а это говорит о человеческой силе, о женской силе, которая, кстати, никогда не сравнится с мужской, это 100%. И третье, это дело, которое вы делаете для тех, кто еще будет подключаться, как вот мы сказали, чтобы они чувствовали, что есть возможность жить по-другому, жить нормальной человеческой жизнью. И это важно даже не только для самой мамы, но и для ребенка. Потому что если, мне кажется, ребенок будет видеть, что мама живет нормально, все будет нормально. Поэтому вам огромное спасибо. Мария Булаевская, руководитель сообщества «Люберецкая особенная мама», региональный оператор федерального проекта «Про нее», и Татьяна Орлова, руководитель «Люберецкая филиала «Ардип». Через вас мы приведем привет всем мамам, всем молодцы. Желаем вам всего самого доброго и хорошей, теплой осени. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин